Глаза горят, эмоции зашкаливают. Многие дети сегодня впервые так близко познакомились с работой пожарных. Школьники успевали внимательно слушать и снимать видео на смартфоны, чтобы потом об экскурсии рассказать одноклассникам и родным. А поделиться есть чем. Чего стоит только оснащение пожарной техники. Большинство детям нравятся стволы, когда мы показываем, как производится подача воды. Иногда даем подержать в руках стволы, но соблюдением всех мер предосторожности техники безопасности. Дети не только поливали из пожарного шланга, но и примерили на себя защитные костюмы. Сотрудники части рассказали, как устроен автомобиль, на что он способен и что в него входит. Для того, чтобы обойти и рассказать обо всех преимуществах техники, ушло более получаса. Далее здесь находятся у нас в спинках сидений кислородные баллоны на сжатом воздухе. Весит он чуть более 10 килограмм. Померит кто? Оп, аккуратно. Желающих примерить тяжелый груз оказалось более чем достаточно. Но одно дело надеть буквально на минуту для того, чтобы сделать фото, другое – выполнять в этом снаряжении профессиональный долг. Один раз видела в работе пожарников, но восхищена была, конечно. Сколько труда у них, сколько сил, скорости, быстрота. Прям вот у них, ну прям восхищаюсь. Для сотрудников пожарной службы обычные суровые будни – это круглосуточные дежурства и выезды. В общем, работа не из легких. Здесь всегда нужно действовать оперативно. На счету каждая минута. Никаких промедлений быть не должно. Некоторые после увиденного сегодня для себя решили, что тоже хотят помогать людям, оказавшимся в огненном плену. Хотел бы, да, стать пожарником. Я давно уже хочу им стать. Спасают людей. Алена Кисеева, Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни. Алена Кисеева, Евгений Плохотин. Алена Кисеева, Евгений Плохотин. Алена Кисеева, Евгений Плохотин. Алена Кисеева, Евгений Плохотин. Продолжение следует...